Друзья, я показываю, как я пеку сегодня белый хлеб. Его можно делать прямо перед завтраком. Хватает на 2-3 дня нам. Берется 2 яйца. Это как основа. Это белки, жиры, все, что полезно. Дальше я беру муку виноградной косточки. Ее можно не только в хлеб, в пироги добавлять, в выпечку. Она дает прекрасный темный цвет. Но самое главное ее состав. А ее состав белков 18 грамм, жиров всего 0,5 грамм, а углеводов практически нет. 0,5 грамм. Это прекрасно, хлеб без углеводов. Дальше я беру муку виноградной косточки. Любые косточки виноградные или какие вы найдете, вот как я абрикосовую косточку нашла, они полезны. Самое главное, что это и клетчатка. Здесь белков 52 грамма, жиров 15 грамм, а углеводов 6,8. То есть, по сути, у нас хлеб получается как бы безуглеводный. И так как я сказала, видите, я добавила муку виноградной косточки, а хотела печь белый хлеб. Если сейчас я сюда добавлю конопляную муку и гречневую, будет черный хлеб. Но я захотела испечь белый, поэтому я беру кокосовую муку еще и добавляю. Можно вместо кокосовой, например, пшенную муку добавить. То есть, мне нужен вкус белого хлеба, потому что у меня есть рыбка, и мне очень хочется с рыбкой покушать вроде как вот вкус белого хлеба. Это мука зеленой гречки. По сути, всего должно быть 4 столовых ложки. На 2 яйца 4 столовых ложки. Если у меня смесь будет густоватая, то я добавлю водички. Я беру немножко соли и размешиваю. И так у нас получается. И вот мы размешиваем это все. Я вам поближе показываю. Видите, смесь все равно получилась вот чуть-чуть густовато. Что в такой хлеб добавляем? Еще раз скажу. У меня он темный за счет виноградной косточки. Если бы я добавила муку, например, черемуховую или побольше кокосовой, или даже миндальную, то был бы вкусный хлебушек. Вот это густовато. Кстати, сюда я люблю добавлять кунжутные семена. Но сейчас у меня их нет. Поэтому я немножечко водички сейчас добавлю. И вот так. Кунжутные семена я добавляю первое, что это клетчатка, это жиры, это магний. Притом в зернах любые микроэлементы, они в органической форме находятся. Все размешали. Вот у меня сегодня такой хлеб и не черный, и не белый. Я такой делаю первый раз. Он будет очень ароматным и прекрасен в дополнение к нашему или паштету, или рыбке. И ставим в микроволновку, я ставлю, на 5 минут. Можно выпекать на сковороде под крышкой. Получится 2-3 лепешечки. Итак, друзья, что у нас получается? Пока я поставила хлеб в микроволновку, я делаю пирог. Я его назвала пирог от Наташи. На многих марафонах я его доевала. И у него появилось много-много-много последователей. И самое главное, очень много рецептов. Как всегда, наша фантазия и то, что у нас есть под руками, мы используем. Основа. Это, опять же, яйца. Далее я использую, так как это пирог к чаю и другим напиткам, мы его едим. Мы можем на завтрак, на обед есть, но не как перекус. Есть люди, которым перекус показан. Именно всё индивидуально. И это зависит от многих заболеваний. Поэтому кто на курсе, те знают, кому нужен перекус, кому нет. Всё решается индивидуально. Но мы говорим о большинстве людей. Поэтому я добавила сюда кокосовую муку. Дальше. Как основа и любовь. Это кокосовые стружки. Опять же, это клетчатка. Это сладость. Это основа, потому что именно кокосовые стружки не вызывают на 99,9% всего населения аллергии. Далее я добавляю, например, муку каких-нибудь семян. Это пусть будут тыквенные семечки. Могут быть любые другие. Кунжутная, например, мука. Мука грецкого ореха. Или у меня в холодильнике хранится мука с кедровая. Дальше я могу добавить черёмуховую, амарантовую или другую муку. Я не говорю их состав, но всё это то, что наполняет нас прекрасными микроэлементами. И, например, вот черёмуховая мука, она сделана из сушёных плодов. В ней белков мало, но жиров вообще нет. Углеводов 22. То есть сушёные плоды, вы можете понять, что это клетчатка. Всё это питание для нашей микробиоты. Вот для этого всё это делается. Также мне нравится сейчас, пока у меня есть свежая мука, добавлять муку априкосовой косточки. Получается уже много разных мук. Если недостаточно муки, то я могу добавить сюда... У меня есть отруби из овсянки. Эти отруби овсяные, они очень мелкого помола. Вот совсем меленькие-меленькие, как мука. Это тоже прекрасная пища для микробиота. Это прекрасно для нашего кишечника и всего желудочно-кишечного тракта. Сюда соль я не добавляю. И вот я перемешиваю. У меня так получается... Опять, видите, немножко густовато. Всего много. То есть мы видим, что густо. Поэтому я просто добавляю, опять же, водички. Я добавила воды. Перемешиваю. Как нам быть? Можно добавить кокосового молока. Можно добавить даже кокосового масла. Будет пожирнее. У нас тогда пирог будет жирненький. И, можно сказать, таким полезным. Но если вы вспомните, я сюда добавила муку семян. А она тоже жирная. Ещё можно добавить воды. Вот так. То есть рецепт делается, можно сказать, на глаз. Это зависит и от яиц, и от того, сколько, какой муки ваша душа сегодня захотела добавить. Каждый раз будет новый вкус. Каждый раз будет что-то необычное, ароматное. Что сюда я могу добавить? Это ванилин. Это корица. Специи не разбраняются. Это каркума. Наверное, вы из первых лекций помните, что у нас каркума, имбирь являются помощниками для детоксикации. Поэтому я добавляю и корицу, и каркуму, и имбирь. Будет пряный-пряный такой пирог. Это что-то необыкновенное. Если вы хотите сделать более сладкий вкус, то можно добавить кероб. Когда я делаю пирог свой пьяная вишня, там, конечно, он шоколадный с керобом. Вы найдёте это всё в моих рецептах. А сейчас что у нас? Вымоченные семена подсолнечника. Они уже даже проклюнулись, живые такие. И я тоже сюда. Дальше у меня есть семена чия. Очень их люблю. Они очень полезные. И самое главное, ну, нравятся мне и мак, и семена, когда они в пироге. И всё замешиваю. Представляете, сколько здесь белка, сколько клетчатки. Насколько это сбалансированный пирог получится. То есть, полноценный завтрак. Конечно, можно воды добавить ещё яйцо. И тогда будет прекрасно. Опять, понаблюдайте. Всё равно нужно добавить немножко воды. У меня, видимо, мука, пока я мешаю, разбухает. Но вода нужна для того, чтобы семена чия тоже не были совершенно такими жёсткими. Они успеют чуть-чуть поднабухнуть. Их будет приятно раскусывать, вкушать. Пищу мы жуём. И когда мы жуём, все вот эти вкусы мы пробуем. Мы пробуем раскусить даже маковое зёрнышко. Не то, что уже семена. Сюда вместо семян подсолнечника можно добавить любые орехи. Итак, у меня зелёное яблочко. Я его режу. Кто-то может потереть. Я делаю всё быстро. Если вы заметили, время очень мало уходит на то, чтобы утром или вечером на утро сделать этот пирог. Пока чайник стоит, вы быстренько для всей семьи, для себя можете сделать. Кто работает, можно брать такой пирог с собой на работу. Он прекрасно заменит вам, можно сказать, обед. Только тогда вместо воды добавляйте сюда яйца, чтобы больше-больше было белка. Хотя в семенах есть жиры полезные, полиненасыщенные жирные кислоты. И также, когда мы делаем пирог с одними яблоками, и у меня есть рецепт, он прям напоминает шарлотку вкус. Но сейчас к этому шикарному пирогу я обязательно добавлю чёрных ягод. Это смородина. То есть яблочко у меня небольшое. И я добавляю смородину, потому что ягоды нам более полезны. А чёрные ягоды – это наши помощники от старости, потому что они содержат ресвератрол, который влияет на гены, отвечающие за нашу молодость, так скажем. Ресвератрол помогает антиоксидантам вырабатываться. И вообще ягоды именно тёмного цвета должны присутствовать у нас, ну, можно сказать, постоянно. И теперь я разминаю всё. Всё. Можно ставить... Опять же, ставлю в микроволновку. Ставлю я на 8 минут. У меня большое количество, даже, наверное, на 9 поставлю. Это уже всё из опыта у вас придёт. Можно начинать с 7 минут и посмотреть, запёкся он или нет. Ну, так всё мои ингредиенты можно съесть по отдельности. Здесь ничего нет сырого, грубо говоря. Здесь же просто перемолотые семена и орехи. По идее, можно подсушить и уже есть. Поэтому 8 минут будет достаточно. Но я очень люблю запах от корицы. И я сверху ещё добавляю корицу. Сейчас у меня по всей кухне этот запах разнесётся. И корица – это наше настроение. Это серотонин, это дофамин. Это наш мозг воспринимает, как уют в доме, как праздник. Я поставила пирог, а в это время я вытащила из микроволновки мой хлебушек. Он отходит вот так от стеночки. Получается здорово, необыкновенно. Видите, такой и не чёрный, и не белый. То есть то, что я хотела, у меня всё получилось. Уже к обеду, кому надо, будет такой вот хлеб ароматный. Я вам не могу дать понюхать, но эта мука, которая там есть, разная, она даёт вот этот прекрасный вкус. То есть, вы представляете, вы много лет покупали одни и те же виды хлеба в магазине, которые неизвестно как, неизвестно из чего сделаны. И сейчас вы для себя, для своей семьи можете делать вот такое чудо. Вот здесь это я чуть-чуть не промешала муку. Но, опять хочу сказать, что это просто кокос, который всё можно есть, в принципе, в сыром виде. Поэтому, друзья, вот так, приятного аппетита. Его можно есть с маслом, можно есть с рыбкой, с паштетом. Вообще просто с буженинкой, которой вы будете своё тело запекать, там, и так далее, и так далее. Я этот хлеб приучила практически всех своих друзей, родных, близких к нему. И уже покупной хлеб они есть не могут. Потому что вкус вы выбираете свой, сам, какой вы хотите. Вы можете во время выпечки добавлять сюда семена льна, семена кунжута, какие-то семена и тыквенные семечки. То есть, вы можете экспериментировать, как хотите, по вашему вкусу. Поэтому, желаю вам приятного аппетита. Давайте вместе учиться и вместе создавать себя. Друзья, вот и получился пирог. Я его вытащила. Он прекрасно пропёкся. И теперь его можно будет перевернуть и подавать. Можно перевернуть. Вот он хорошо отходит от стеночек. Так же, как я перевернула хлеб, резать кусочки. Можно прям отсюда резать и подавать своим близким такой вот пирог. Поэтому, я вам просто покажу. Вот такой вот. Видно, идёт пар. Очень-очень вкусно. Всем приятного аппетита. А какой аромат, я вам даже описать не могу. Вот. Я перевернулся, пока я хотела выключить телефон. Вот. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok